МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Мы уже не раз отмечали, что христиане древности спокойно пользовались языческими именами, такими как Аполлинарий или Гермоген, не смущаясь, носили их. И сегодня мы расскажем о святых, носивших имя одного из языческих богов. Этим не смущаюсь. Речь идет о святых с именем Меркурий. Один из них это подвижники Вепхерской лавры, а второй это великомученик Меркурий, пострадавший в III веке от Рождества Христова. Вообще само имя Меркурия это, повторяя, имя языческого бога, которое в греческом произношении звучало как Ерм или Гермес. Этим именем названа одна из планет Солнечной системы. По имени Гермеса существует наука герменевтика, наука о выяснении смыслов. Поскольку тот мифический Гермес отличался красноречием, однажды апостола Павла приняли за Ермия, поскольку он был искусный в слове, а Варнаву спутникова приняли однажды за Зевс. Итак, великомученик Меркурий, который дал основание множеству святых с этим именем, дал возможность называться этим именем, родился и жил в III веке от Рождества Христова. Однажды, когда на империю напали варвары при императоре Декии, он, будучи воином римского войска, увидел во сне видение ангельское. Ангел давал ему меч и говорил, чтобы он смело шел в бой, поскольку Господь дает ему победу. Меркурий вспомнил, что дед его и другие его сродники были крещены, и в этот день в бою был особенно храбр и поразил множество врагов. Император отметил его, а ему опять явился ангел Божий, напомнил, от кого была победа. Когда в честь победы император установил языческие жертвоприношения, празднества, Меркурий отказался принести жертву идолам и споведал себя поклонником единого истинного Бога. Он сам снял с себя воинский пояс, знак мужеской доблести, отдал императору оружие и решился на страдание. Под ним разожгли костер и, подвесив его на крючах, стали бить. Так били, что кровь, текшая из ран, тушила костер. Много мучений перетерпел святой мученик Меркурий, в конце концов он был обезглавлен. Его святое мертвое уже тело благоухало миром и фемиамом и подавало исцеление болящим еще в те самые дни после смерти. Спустя столетия Меркурий помог как ратник, как воин Церкви Христовой по молитвам Василия Великого в разгар битвы с персами святой мученик Меркурий явился в гуще битвы и поразил насмерть отступника царя Иулиана, который, погрозив на небо кулаком, последнюю фразу своей жизни сказал следующее «Ты победил, галилеянин, имея в виду Христа, с которым Иулиан вел сознательную борьбу и противление». Сегодня, кроме насящих Меркурий, мы поздравляем и Аникия, Некандра и Ермея. И напоминаем, дорогие братья и сестры, что и Господь, и Его святые могут быть благостными и добрыми, а могут быть отмстителями за зло и карающими. Будем же стараться с вами привлекать в себе милость Божию и избегать гнева Божия и праведного Его суда. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова